Заказали автомобиль и включили камеру на телефоне. Так действуют представители межрегионального общественного движения «Стоп. Нелегал». Опровергнуть видеозапись не получится, а вот отвечать перед законом придется. Осуществление пассажирских перевозок без разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым автомобильным транспортом по действующему законодательству влечет наложение штрафа от 50 тысяч рублей при повторном нарушении вплоть до изъятия автомобиля. 69-й закон работает с 2011 года, но кардинальных перемен в сфере такси до сих пор не произошло. Бомбилы активно работают не только в Сочи, но и в других регионах. На них жалуются пассажиры, а легальные перевозчики уже объявили им войну. С гробом на крыше автомобиля и надписями «Легальное такси убили» в мае этого года тысячу километров проехал председатель профсоюза таксистов Йошкар-Алы. Таким образом, Сергей Курташкин пытался обратить внимание властей на проблемы этой отрасли, что закон о такси не работает. «Я являюсь индивидуальным предпринимателем, имея лицензию, больше подвержен риску попасть на штраф, чем обычный бомбилы-нелегал, который не платит ни налоги, не имеет лицензии, не проходит ни медиков, ни механиков». Слишком много пробелов в документе, говорят и общественники, и полицейские. Так, например, согласно поправкам в законе, штрафовать бомбил сотрудники госавтоинспекции должны, но в правилах дорожного движения необходимость предъявления разрешительных документов на перевозку пассажиров никак не зафиксирована. Да и на оформление только одного нелегала уходит до пяти часов. Проблему создают также сетевые компании и агрегаторы. «Они дистанцируются от ответственности за перевозку пассажира, декларируя, что совершают только посредническую деятельность, стыкуя перевозчика и стыкуя пассажира». Чтобы заказать такси, достаточно нескольких кликов в мобильном приложении. Но и здесь может быть засада. Пример работы с агрегаторами был зафиксирован в ходе рейда. «В какой компании заказывали?» «В Яндекс.Такси». «Вы работаете в Яндекс.Такси?» «Нет, я вообще говорю, у меня не таксист». «А как эти люди оказались? Они говорят, что заказали такси?» «Во мне просто ехал, люди попросили подвезти подвез.» «Мы путаемся. Вы только что говорили, что это ваши знакомые». «Не таксисты». «Ещё раз вопрос». На рынок таксомоторного бизнеса выходит кто угодно. А здесь можно увидеть и машины других регионов и даже государств. Причём за комфорт и безопасность перевозки, как говорят диспетчеры, они не отвечают. Но согласно 259-му уставу автомобильного транспорта, тот, кто принял заказ, несёт полную ответственность. Причина в том, что пассажиры, получившие некачественную услугу, не решаются идти в суд и добиваться справедливости. Представители общественного движения «Стопнелегал» готовы не только рейды проводить, но и давать дистанционно консультации. В Сочи их работа проводится по просьбе властей города и сообщества таксистов курорта. И это только первый шаг в совместных действиях по исключению водителей-нелегалов. Власти Сочи уже инициируют через краевых парламентариях внесение изменений в федеральный закон по ужесточению наказания нелегальных перевозчиков. Продолжение следует...